Всем привет, друзья! Вы, наверное, заметили, что они как-то откладывают наступление вот этого дня Х, часа Х, когда всё начнётся, начнётся какой-то там бешеный апокалипсис, и хотя всё говорит о том, что это вот-вот начнётся. Все мы находимся в ожидании этого, да, утром просыпаемся, сразу смотрим телефон, что там ночью произошло. И вот, знаете, друзья, вроде всё говорит о том, что вот-вот начнётся, но не начинается. И я могу объяснить, почему так происходит. Потому что у них выбран день, назначенный уже день, когда это всё начнётся, и всё к этому дню подтягивается. Я об этом уже говорила. Что день назначен. Мы его пока не знаем, этот день. Но что произойдёт в этот день? И что будет являться уже точкой невозврата, это точно. Это будет ядерный взрыв. И я предполагаю так, по моей версии, ядерный взрыв произойдёт именно на той территории, которая сейчас очищается от людей. То есть, это часть Украины. И так сейчас же очищается в сторону России, там, где прошли эвакуации. То есть, территория освободилась, да. Вот я думаю, что именно там и сделают они ядерный взрыв. И под эту ядерную дуду можно будет вводить всё, что угодно. И локдауны, и модные мероприятия, и цифровые деньги, и шары с шипами. Вот всё, что угодно. Эвакуации, всё, что им вздумается. Потому что вот, шар с шипами залетал, произошёл этот ядерный взрыв. Вот надо вводить цифровые деньги, да, потому что вот радиация будет передаваться через деньги. Шары с шипами тоже будут через деньги передаваться. Вот это и будет объяснением, почему они вводят цифровые деньги. Так вроде сейчас вот нет объяснения, да, вот почему. Вот у нас есть наличные, вот у нас есть безналичные, зачем ещё какие-то. А это вот и будет объяснением, почему они вводят цифровые деньги. Под ядерную дуду можно ввести всё, что угодно. И я вам хочу напомнить, друзья, что существует два вида ядерного оружия. Это стратегическое и тактическое. Стратегическое – это когда бабахнуло, так бабахнуло. И тут вам уже выбирать не придётся. В радиусе 50 километров всё погибнет. Вот когда бабахнет так, то там уже всё, там уже полностью всё случится. Радиус поражения 50 километров. А если ядерное оружие тактическое, то радиус поражения 1 километр. И там такая невысокая радиация, с которой люди могут как-то существовать, да. Возможно, там какие-то, ну, случатся там всякие нехорошие вещи. Но с такой радиацией люди смогут жить. А я вам говорила, им нужно вывести новый вид человека. И для этого он должен быть напитан радиацией и питанием насекомыми. Вы не раз, наверное, слышали такой вопрос. Где-то читали, где-то в каких-то журналах, да. У вас там так спрашивали, да. Смогут ли там тараканы, например, пережить ядерную войну? Да, вот такой вопрос вы встречали когда-то в детстве, например, да. Вот. А это есть связь между насекомыми и радиацией. И у меня есть об этом видео. Поэтому вот с такой радиацией люди смогут как-то жить. Ну, конечно, там у них будут проблемы, но с такой радиацией они смогут жить. Вот именно для этого и будет производиться ядерный удар, который уже будет точкой невозврата. Точкой невозврата уже на всей Земле. Потому что под ядерную дуду баранам скажут, что вот радиация разнеслась там на весь мир. Все, значит, теперь у нас вечный локдаун наступает. Вот. Под ядерную дуду все, что угодно. И, друзья, они назначили этот день. Он есть, они его знают и подтягивают к этой дате все события. И также расчищают территорию. Я вам уже сказала, какую территорию для ядерного взрыва. Так что, друзья, готовьтесь. Самое главное – это запасайтесь едой, водой, медикаментами и всем необходимым. Все, что вам нужно.